здравствуйте халимат еще раз благодарю вас за участие в нашей программе и хочу поздравить вас с выходом вашей книги книга написана книга издана состоялась презентация прекрасная что вы ощущаете сейчас какие эмоции как автор собственной книги здравствуйте было ну учитывая что прошло уже достаточно большое количество времени до сих пор не верится только тогда когда я беру в руки там пролистываю только тогда наверно до конца ощущаю вот гордость за себя как-то радость если честно я не думала что презентация пройдет в масштабной форме я думала как-то так по скромному соберутся издатели подруги но в итоге получилось как-то интересно да читатель который познакомился с вашей книгой он понимает что толчком определенным к написанию этой книги стало рождение вашей прекрасной дочери этот ребенок за свою скажем не такую большую жизнь маленькую еще испытал очень много боли очень много всяких препятствий и несмотря на это ваша книга получилась все-таки позитивной что все-таки послужило к написанию этой книги писать наверное может каждый я имею ввиду вести дневники это сейчас вообще модно актуально вести дневники там у некоторых вообще не по несколько дневников там дневник благодарности дневник пожеланий дневник там успехов а просто дневник это что-то сокровенное ты пишешь там свои мечты в том числе и какие-то проблемы то что тебя тревожит и без именно просто писать я начал очень давно я писала стихи писала какие-то пробовала писать какие-то небольшие произведения но потом поняла что это не моё и начала просто писать дневники но не как моё личное до видение жизни а как реально от автора как с и именно после рождения дочери я попыталась дать какую-то форму тональность так книги чтобы все-таки мечта была издать но я не думала что это будет так быстро и думала если я дойду вот да вот тут от точки а до точки б чтобы у меня был какой-то материал и вот после ее рождения особенно когда мы столкнулись какими-то проблемами я начала писать уже более масштабной как-то развернуто попыталась писать литературным языком все таки аж помню что когда-нибудь я приду и напечатаю свою книгу где-то лет 20 я мечтала выпустить свою книгу но не знала про что она будет про кого и вот я думаю все благодарности и все вот эти заслуги принадлежат моей дочери это очень долгая работа все равно признаюсь это не так легко было мы встречали достаточно много препятствий как и на ее пути так и в своем да вообще после того как она родилась примерно через месяца два начались проблемы ну тогда они не такие масштабные были да но все равно мы столкнулись с трудностями не было понятно что с ней почему так происходит постоянные попадания в больницу и вот это практически длилось больше года и естественно я понимала да что мне тяжело ну и ей тоже и всей нашей семье но надо было взять волю в кулак собраться и принимать решение потому что от моих решений зависела ее жизнь то есть были очень трудные решения и естественно мама да выбирает делать какую-то процедуру не делать или вообще ничего да не исследовать а просто там надеяться на чудо закрывать глаза данная реальность поэтому в какой-то момент я наверно собрала волю в кулак ну и конечно до этого мне пришлось пройти разные стадии разные стадии горя ну в конечном счете я думаю я справилась точнее справляюсь до сих пор что вам помогала по жизни наверное творчество даже не наверное стопроцентно творчество искусство я человек искусства в этом вся я вот здесь есть мои наброски рисунки до которые я и в больнице набрасывала и вообще до рождения самеры но я попыталась выбрать самые подходящие для этой книги чтобы вот материал соответствовал точнее картинки соответствовали материалу и наверное только в творчестве находила какие-то ресурсы потому что я думаю творчество даже не творчество любимое занятие дает тебе какую-то подпорку мотивация насколько я знаю книга издавалась у нас карачаева черкесии почему именно у нас и как все это происходило все мои дневники были ну это моя рукопись то есть я пишу от руки я не набираю я вообще не люблю набирать потому что бывает вот где-то там допустим на каком-то мероприятии или просто я прогуливаюсь его вдохновение хочется что-то написать и в это время я всегда ношу собой блокноты там что-то набросала бывает перед сном а бывает ночью просыпаешься и что хочется что-то написать и вот так я и писала на протяжении там трех лет где-то вот сам текст конечно он был хаотичный конструктивный материал вот именно красивый вот такой литературный все-таки сделали редактора а я просто писала и вот в какой-то день я не помню там по-моему март я с подругой обсуждал она мои дневники читает я же говорю там не было каких-то таких личных моментов просто мысли какие-то эмоции и она говорит почему ты не издашь хотя бы одну книжку я нашла номер розы ботиновны наверное если бы не она вот такого конечного результата точно не было бы я пришла к ней она я помню даже как она меня встречала таким серьезным видом я думаю ну она явно скажет что-то мне принесла что это я не буду печатать к моему удивлению она очень добродушная отзывчивая и говорить надо печатать я говорю ну хотя бы 10 книг какие 10 книг минимум там 150 надо печатать я еще раз отмечу если бы не вот ее коллектив профессиональный абсолютно правильно подобранный коллектив наверное не было бы вот именно такого результата потому что все таки автор когда пишет он пишет как-то разброс текст по главам не разложен и вот это все сделали ее девочки я вот им благодарна даже обложку вот книги еще не было даже в мыслях но обложку меня было в голове я всегда хотела вот этот рисунок я помню когда она меня познакомила вот с этой девочкой динара я объясняю как я хочу примерно у меня была картинка но не вот и цвет и все не соответствовало тому что я бы хотела и объяснила но в душе были какие-то сомнения поймет ли она меня будет ли ее обложка соответствовать именно тому что у меня в голове наш не может зайти там мне в голову и увидеть что я хочу но я была очень удивлена когда она мне прислала вот макет честно говоря из того что она мне прислала мы ничего вообще не редактировали вы все что она мне прислала с первого раза то и выбрали она настолько четко все подобрала и цвет и вот саму картинку да сюжет вот этой картины идеально просто как-то она действительно залезла мне в голову увидела что же я хочу в первую очередь я хочу спросить про название она мне тоже очень нравится громкий шепот моей души это красиво это романтично почему такое название откуда такое название и еще под вопрос какова была ваша миссия как автора какова каков был ваш посыл к читателю ну это ксимарон я долго выбирала но у меня где-то наверное шесть вариантов было не знаю мне очень нравится название я хотела именно названием наверное донести до читателей что книга именно мои мысли до моей какие-то субъективные мысли но чтобы люди не подумали да что я хочу написать какое-то там мнение людям там кого-то осудить или порицать это только мои мысли именно названием я хотела в первую очередь показать то что книга полностью идет изнутри до изнутри меня я вообще психолог по образованию я и работала по профессии и всегда сталкивалась с людьми которые всю жизнь обесценивали свою жизнь и свои какие-то достижения в основном этому виной наверно окружении где-то может быть семья где-то коллектив но я всю жизнь видела что люди обесценивают свою жизнь именно жизнь потому что пока ты не столкнулась с какой-то ситуацией именно с трагедией да с горем ты не осознаешь насколько тебе повезло и я хотела чтобы люди ценили свою жизнь вот с тем что у них есть даже если они чему-то не рады или недовольны какой-то своей жизнью чтобы они взглянули на свою жизнь с точки зрения другого до человека который столкнулся с какой-то тяжелой ситуацией и смог справиться а многие же из-за каких-то мелочей за несуществующих проблем создают реально депрессивные какие-то моменты и даже ходят к психологу у них трагедии они просто обесценивают свою жизнь и даже не ценят то что другому человеку отдается с трудом например да детям с какими-то проблемами на особенным детям да так скажем другому ребенку просто дается от природы если обычный ребенок там в полгода начинает сидеть сдержать голову там в год уже они идут эти дети они проходят через столько боли и испытаний чтобы просто сесть перевернуться и это все примерно конечно не подробно я попыталась описать и дать понять людям что если ты жив если ты здоров если у тебя есть семья то все в этой жизни преодолимо мне бы хотелось поблагодарить маму которая в любой момент в любое время дня и ночи всегда была рядом поддерживала она никогда не сомневалась что мы с ней справимся за то время что я была с дочкой в больнице она смотрела и за моим ребенком учитывая что она не молодая при этом она прекрасно справляется я бы даже сказала что мой сын больше предпочитает мою маму уже чем меня еще хотела бы поблагодарить семью свою своего брата и его супругу они просто я не знаю как бы я справилась если бы не они и естественно я хочу поблагодарить и выразить благодарность своему мужу прекрасному человеку и его семье я думаю мне повезло в этой жизни хотя бы с тем что меня окружают добродушные и отзывчивые прекрасные люди в лице вот моей семьи я думаю человек пишущий не останавливается никогда на достигнутом я думаю что у вас есть все-таки творческие замыслы допустим написать вторую книгу о чем мечтаете о чем планы ваши конечно я до сих пор пишу конечно я в моих мечтах не одна не две книги ну надеюсь будет продолжением я очень люблю рисовать именно писать картины были какие-то мечты может свою какую-то выставку организовать ну так как пока что профессионально я не рисую еще не дошла до этого просто наброски но пишу до сих пор не знаю что из этого выйдет если конечно наше издательство меня еще раз возьмет я бы не прочь ну что же я благодарю вас еще раз за участие в нашей программе и конечно я желаю вам новых творческих успехов спасибо вам